Место запредельной силы и души. Такими словами Александр Лукашенко подвел итоги своего рабочего визита в Иркутскую область. Президент Республики Беларусь провел в Приангарии два дня. За это время лидер союзного государства посетил авиазавод, обсудил с губернатором региона Игорем Кобзевым предложение о сотрудничестве, а также исполнил давнюю мечту – побывал на Байкале. Подробнее обо всем далее. Событие, которое войдет в историю. Белорусский борт номер один приземлился на Иркутской земле впервые. По трапу воздушного судна спустился лидер братского государства. Александр Лукашенко встретил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Несколько минут на приветствие, а затем сразу к делу. Иркутскую область и Республику Беларусь связывают давние партнерские отношения. В 2016 году между правительствами территории заключено соглашение о торгово-экономическом, культурном, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Я сегодня сделал такую небольшую презентацию. Мы немножко ощутили себя иркутяем. Иркутская область – это родина великих писателей, поэтов, коммунистеров. Это Александр Морбилов, Валентин Распутин, Евгений Тушенко, Михаил Ром и Леонид Гайдар. Визит Александра Лукашенко стал отличным поводом обсудить и новые партнерские отношения, но уже лично. Игорь Кобзев подчеркнул, что Иркутская область ориентирована на внешнюю торговлю. Регион входит в топ-10 по объему экспорта в России. Продукция поставляется в 64 страны, включая Республику Беларусь. В союзное государство экспортируется алюминий, древесина, машины и оборудование. Прибайкалье получает технику для агропромышленного комплекса, а также продукцию машиностроения и химической промышленности. «Сегодня нужно и необходимо, чтобы присутствие наших братьев, коллег, партнеров и всех-всех, кто желает посетить Агустскую область. Мы всегда открыты». После совещания – знакомство со столицей Приангарья. Александр Лукашенко посетил Иркутский авиазавод. Гостю показали, как собирают фюзеляжи пассажирских самолетов МС-21. Ознакомился лидер Белоруссии с цехами окончательной сборки авиационной техники и обработки крупногабаритных деталей Су-30СМ. Точную копию воздушного судна почетный гость получил в подарок. «Самолет Су-30СМ-2. Первая парня поставки». «Мой любимый самолет». Еще одним запоминающимся моментом рабочего визита стала поездка на Байкал. О своем намерении увидеть красоты Сибири и побывать на самом глубоком пресном озере на земле лидер белорусского государства заявлял давно. И вот оно – исполнение мечты. А это точно стоит прямого рейса. Теплый прием, знакомство со столицей Приангарья, ряд переговоров – все это говорит о том, что дружеские отношения между Иркутской областью и Республикой Беларусь будут расширяться и дальше. Андрей Иванов, Наталья Хмелева и Руслан Ульмасов. Местное время.